27 мая 1795 года открытие первого в стране публичного книгохранилища. Эта дата теперь официальный день рождения российской библиотек. Сегодня трудно привлечь детей к чтению книг. Кто-то предпочитает компьютерные игры, кому-то ближе – спорт. Но и в наш век информационных технологий библиотека находит своих маленьких читателей. Сейчас есть дети, которые любят читать, есть для которых это нелюбимое занятие, но они вынуждены это делать, потому что учатся в школе. Компьютеры и гаджеты, и планшеты существуют уже достаточно давно. Дети на начальном этапе проявляют книг какой-то интерес, но, как правило, они им быстро надоедают. И всё-таки им доставляет удовольствие брать в руки печатную книгу. Празднование Общероссийского дня библиотек в Севастополе – традиционно яркое событие. На этот раз для юных любителей книг организаторы подготовили викторины и конкурсы. Участникам предлагали нарисовать библиотеку будущего, изобразить героя из любимой книги, а самым начитанным – принять участие в аукционе «Отдам книгу в хорошие руки». Любой, кто правильно отвечал на три непростых вопроса, мог бесплатно выбрать себе книгу. Мы уже не первый раз проводим подобные акции. И нашим учительам очень интересно. И они с удовольствием в конце акции просят продолжить её, во-первых, в тот же день продолжить, а ещё лучше каждый день проводить подобные акции. То есть мы завлекаем книги любыми способами, любыми средствами. Заслуженным библиотекарем Севастополя почётные грамоты за труд. Их благодарят читатели, но по-своему поют песни и декламируют стихи. Я хочу пожелать своей библиотеке, чтобы она росла, полнела, скажем так, знаниями, ну, и было больше читателей. Эти юные севастопольцы не забывают о книгах и не потеряли интерес к библиотеке. Говорят, для любимых авторов у них всегда есть свободное время. Анастасия Шульга, Александр Тимофеев, Александр Листопад, информационный канал Севастополя.